Нет, в городе меня не было, я был в командировке, ну, по поводу имущественных вопросов с недвижимостью. Нужно было заключить договор. Все завершилось благополучно. Завтра с документами буду у вас. Хорошо, я понял. Извините, на секунду, меня не было дней 20, был в командировке. Вы, наверное, новая секретарша? Да. Очень приятно. Извините, как вас зовут? Лилия. Очень приятно, Лилия. Вы когда устроились к нам на работу? Четвертого числа. С четвертого числа, фактически, на следующей неделе у вас первая зарплата? Угу. Извините, если не секрет, на предыдущей работе сколько вам платили? 500 долларов. 500 долларов? Угу. Я с удовольствием вам заплачу 1000 долларов. Мне с удовольствием на предыдущей работе платили 1500 долларов. Конечно же, я понимаю, что вы в командировке, что вы бронировали номер. Но и вы нас правильно поймите. У нас в Москве под Новый год такое творится, что мы не смогли удержать ваших два одноместных номера. Но зато есть прекрасный двухместный номер. Если, конечно, вы не против. Ну ладно, давайте посмотрим. Но как так можно в одном номере? Нужно посмотреть. Вот и ваш номер. Нет. Гаврила, вы нас правильно поймите. Мы не муж и жена. Я директор завода. Она главный бухгалтер завода. И этот номер нам не подходит. Извините, но это единственное, что мы можем на этот момент вам предложить. Ну ладно, возьми этот доллар. Спасибо. Ну вот и ладненько. Если что нужно, зовите. Как говорится, всегда готовы вам помочь. Хорошо, пойду в ванную, переоденусь. Нет, переодевайся здесь. Я сам туда пойду. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кроме того, что ты мой двоюродный брат, ты ведь мой заместитель. Второй человек в фирме. После тебя идет бухгалтер. Я тебя вызвал для того, чтобы мы совместно провели собеседование и подобрали бухгалтера. Минуточку. Сейчас будем определять. Да, сейчас. За деньги принимаем? Какие еще деньги? Нет, конечно. А, по знакомству? Э, слушай, Петр, ты почему задаешь такие идиотские вопросы? Повторяю еще раз. Я вызвал тебя для того, чтобы ты наконец осознал, что ты мой заместитель. Второй человек в фирме. Если вдруг со мной что-нибудь произойдет. К примеру, задохнусь от жара в сауне. Или могу подавиться люля-кебабом во время обеда. Ну, хватит уже. Как тебе еще объяснить? Могу, выходя из своего джиба, поскользнуться, упасть в грязь и утонуть. Ты слышишь? Я хочу, чтобы ты был в курсе всего. Бухгалтер должен быть таким, чтобы ему можно было доверить все. После меня ты должен иметь дело с этим человеком. А как мы определим, кто лучший? Им надо задать простой вопрос и посмотреть, как они на него ответят. Поэтому садись рядом, посмотрим, что делать. И глупых вопросов не задавай. Прошу, заходите. Здравствуйте, можно? Проходите, присаживайтесь. У нас к вам один вопрос. Сколько будет дважды два? Что? Дважды два. Сколько будет? Четыре. Спасибо, мы вам позвоним. До свидания. Хорошенькая, нет? Чётко ответила и выглядит ничего. Выглядит неплохо, но нам не подходит. Почему? Честно и очень. Если придут с проверкой, она всё им сразу выложит. Не устраивает. Следующий, пожалуйста, заходите! Здравствуйте, проходите. Здравствуйте, проходите. Здравствуйте, проходите. Сколько будет дважды два? Сколько будет дважды два? Ааа… сколько вам надо? Хммм… так и поведет бухгалтерию и сама тоже ничего бомба но опасная бомба почему очень общительные быстро сходится с людьми с работниками сойдется с родницей за нашими спинами они будут делать все что захотят а не подходит следующий пожалуйста заходите здравствуйте можно заходите присаживайтесь нас интересует один вопрос сколько будет дважды 2 79 это почему 79 50 вам 25 мне а 4 в кассу а а а а и и и и и и И где вы сейчас? Этот перекресток мы давно проехали Мы в двух километрах от Сахкадзора Ладно, мы остановились и будем вас ждать здесь Да, хорошо, договорились, до встречи Кто звонил? А шо, Цанны? Помнишь, в прошлом году мы все вместе поехали в Сахкадзор? Они сейчас подъедут А ты знаешь, что сегодня исполняется шесть месяцев, как мы познакомились? Точно? Ровно шесть месяцев назад мы впервые встретились с тобой Да Ага Ну и зачем я это сказала? Посмотри, как в лице поменялся Сейчас, наверное, ему кажется, что я это сказала специально Возможно, он думает, что я хочу более серьезных отношений А если сейчас он мне скажет, что хочет жениться на мне? Я разве к этому готова? Шесть месяцев? Да И впрямь, мы же в феврале познакомились Выходит, уже шесть месяцев не менял масла в машине Нехорошо, завтра надо в сервис заехать Нет Наверное, я еще не готова к серьезным отношениям В конце концов, что я про него знаю? Да, мы часто видимся Я знаю его друзей, а он моих Но если трезво судить, мы люди разные И готовы ли мы создать семью? Доверяем ли мы друг другу на самом деле? А как поменяют масло, надо заодно и колодки поменять И дверь покрасить Интересного сколько обойдется? О, Господи, какая же я дура Ну, почему я это ему сказала? А если он подумает, что я хочу навязаться Сесть ему на шею и лишить его свободы? Нужен он мне? Таких, как он, море Сколько хочешь Ну-ка, взгляни на его лицо Настоящий эгоист Сколько денег в месяц трачу на эту машину? Разве не жалко? Не лучше ли вместо этой купить иномарку? Ниссаны мне нравятся Недавно приглянулся в салоне один Ниссан белого цвета Может взять денег в долг, зато буду на нормальной машине ездить Вот так жизнь и проходит Ты ждешь своего принца на белом коне А между тем молодость проходит Поэтому лучше не ждать принца на белом коне А воспользоваться тем, что есть Все решено Завтра же пойду, куплю этот белый Ниссан А с другой стороны, стоит ли в долги влезать, не знаю Ты знаешь, о чем я подумала? Мне кажется, дорогой Что белый конь нам не нужен Согласен Как ни крути, дороговато обойдется Алло Да, мы вас ждем Да, конечно Конечно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok